Друзья, всем привет! Сегодня я приехал в итальянский ресторан. Вы же знаете, мне не сидится на одном месте, мне постоянно надо куда-то ехать и бежать. В общем, этот ресторан называется Castello di Bellagio, замок Беладжио, и он находится примерно в 20 километрах, даже может быть чуть-чуть больше, от Паттайи. Вот как вы едете в сторону аэропорта Утопао, вот где-то посередине он расположен, даже ближе к району, я бы сказал. Я почитал отзывы о нем, очень много положительных, потому что большая территория, типа все очень красиво, вкусно. Я, конечно же, сюда приехал, и мы его с вами сейчас посмотрим. Кстати, вот и машина подъехала, сейчас мы ей воспользуемся. Друзья, мы подъехали с вами к основному входу. Так, ну вот я зашел. Конечно, здесь все так роскошно, но единственное, я не пойму, как будто вы в каком-то музее находитесь. Не знаю, то ли это напоминает какой-то собор в Риме. Ну, явно не ресторан. Посмотрите, какая помпезность. Друзья, знаете, что меня удивило, да, что вот музыкальное сопровождение здесь совершенно не подходит под вот эту архитектуру все. Здесь вот прям напрашивается какая-то классика, а здесь играет какая-то современная музыка. Вот вообще дисбаланс такой. Давайте посмотрим поподробнее, как зал здесь выполнен. Все в бархате, в дереве, в таких вот... Я так понял, что это гипс какой-то. Это же не может быть камень, правильно? Вот эти все фигуры, статуи вернее. Цветы, само собой, везде это искусственные, натурального здесь ничего нет. Здесь есть какая-то лестница, которая, видимо, ведет на второй этаж. Там тоже, скорее всего, какой-то зал, но проход туда закрыт. Мы туда не пойдем. Так, давайте посмотрим, как здесь туалет выглядит в таком ресторане. Всем привет! Неплохой туалет в мраморе и с картинами. Друзья, тут есть небольшой магазин, кстати, где вы можете что-то купить, чтобы с собой забрать. Ну, например, какой-то сорт мяса, может быть, сыра. Вот, пожалуйста, есть образцы сыра. Ну, скорее всего, их можно попробовать, просто сейчас не хочу. Какие-то колбасы, видимо, собственного производства. Вот, пожалуйста, мясо. Видимо, какое-то очень дорогое. да, цены, конечно, космические. Вот, пожалуйста, есть устрицы. Так, давайте посмотрим, что здесь есть еще в этом магазине. Пожалуйста, вот здесь есть стриплоин. Тот, кто не знает, это премиальный стейк говяжий. Он стоит порядка 250 долларов за килограмм. Сам магазин выполнен в таком винтажном итальянском стиле. Ну, как будто бы это такой старый какой-то магазин в Италии. Вы знаете, действительно атмосфера как-то передается. Ощущение, что ты где-то находишься не в Таиланде точно. Необычно, да? Оформили. Смотрите, как экспозиция. Каждая бутылка лежит в отдельной такой корзинке, бочке. Ну, классно, действительно. Давайте с вами выйдем из помещения пока что, и я хочу посмотреть, как здесь выглядит балкон. Тут еще очень много столиков, расположены как бы на террасе. Посмотрите, какой отсюда открывается роскошный вид. Правда. Тишина, красота, все в зелени. Просто нереально круто. Ну, видно, что ресторан рассчитан на огромное количество туристов. Видимо, они в хай-сизон приедут сюда, потому что сейчас низкий сезон, сентябрь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Давайте вернемся назад в ресторан, и я вам еще покажу сейчас зал, который немного в другом стиле. Он в таких более теплых оттенках, больше коричневого, дерева больше. Но, вы знаете, немного напоминает английский стиль. Пожалуйста, напишите в комментариях, может быть, кто-то знает, как вот непосредственно вот этот стиль называется. Вы знаете, мне кажется, что здесь люди в основном бывают по вечерам, потому что здесь живая музыка. Я видел инструменты музыкальные. Ну, сейчас днем здесь вообще никого нет. Разные отзывы об этом ресторане я читал. Кто-то говорит, что еда не соответствует цене. Давайте посмотрим. Я все-таки что-то закажу, наверное, сейчас. Перекушу, посмотрю как раз, как это по качеству. И все вам скажу. Все, иду за столик, сейчас буду заказывать. Друзья, вот так вот выглядит меню. Давайте я вам немного покажу буквально, чтобы вы поняли, сориентировались по ценам, какие они здесь. Как видите, совсем не дешево, но я очень надеюсь, что здесь вкусно готовят. Вы знаете, я как понял, что здесь есть так же, как и тайская кухня, так и европейская, то есть любая, пожалуйста. Естественно, тайская, она будет подешевле. Я сейчас определюсь, хочу взять что-то такое вот европейское, какой-то салат, наверное. Вы знаете, скорее всего, возьму салат с буратой и помидорами. Как раз я в Таиланде не пробовал еще этот сыр. Так, вот принесли салат. Он стоит 16 долларов. Давайте начнем его пробовать. Друзья, ну что могу сказать по поводу салата. Он был очень вкусный, жалко, что мало. Я еще взял себе маленькую чашку капучино. Она здесь стоит 3 доллара. Здесь немного дальше есть еще одно здание, но оно не достроенное. Видимо, это какой-то банкетный зал будет отдельный. Отдельный, приватный. Ну, посмотрим. Здесь есть еще одно крыло. Там расположено кондитерское. Кондитерское-кафе, как бы так. В общем, там можно выпить какой-то кофе с круассаном, с каким-то авторским пироженом. Я слышал, там делают действительно красивые какие-то десерты. Сейчас с вами все посмотрим. Вы знаете, это такое продолговатое как бы помещение. Ну, ремонт и дизайн, вернее, похож абсолютно на дизайн ресторана. То есть, все в бархате, под старину, под роскошество вот эти все. То есть, такой вот стиль, тот же самый. Не знаю. На мой взгляд, все-таки немного-много вот этого всего бархата, каких-то узоров. Вот устает прям глаз. Действительно хочется что-то поспокойнее. Но опять-таки, я уверен, что очень много есть людей, которым этот стиль очень нравится. Они даже живут в нем. Ну, тут по оживленнее немного, чем в ресторане. Побольше людей. Вот единственное из плюсов могу сказать, что бархат реально мягкий. То есть, не чувствуется, знаете, такого вот грубого химического. Хотя, я уверен, наверняка это обычный полиэстер. А вот и десерты с тортами пошли. Выглядят вроде они неплохо. Смотрите, какие яркие расцветки. Ну, наверняка все с красителями. Не знаю, как по вкусу. Ну, не буду пробовать, не хочу сейчас сладкого. По ценам вроде бы нормально. Слегка выше среднего, но, в принципе, для ресторана такого уровня это нормально. Выбор, по крайней мере, есть. Здесь есть какая-то лестница. Давайте поднимемся по ней, посмотрим, что есть на крыше. Тут просто смотровая площадка. Я думал, тут будет еще какое-то продолжение кафе. Ну, даже лучше. Можно здесь какие-то фотографии сделать. Друзья, вы знаете, в целом неплохо. Можно сюда приехать, какое-то время здесь провести, потому что действительно очень красивая природа и территория вокруг. Огромное спасибо ресторану итальянской кухни Castello di Bellagio. Я на какое-то время перенесся в Италию. Пожалуйста, напишите свой комментарий. Как вам этот ресторан, как он вам понравился, интерьер, как все, в принципе, выглядит, территория. Все, пожалуйста, пишите в комментариях. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь будут только самые полезные и красивые видеообзоры. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!